Профессионализм без ограничений. В Ивановской области в эти дни проходит первый региональный чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью. В нем принимают участие 20 человек. В основном студенты колледжей, но есть и школьники. Конкурсные испытания проводят по пяти компетенциям. Сразу три на базе промышленно-экономического колледжа. Эта группа, например, пробует свои знания в администрировании баз данных. Это очень актуальная компетенция. Любая организация, даже тот же самый Обилимпикс, у них есть свои базы данных, в которых, например, хранятся данные по всем студентам. То есть те, кто заканчивают образовательные учреждения, изучив данную компетенцию, могут уже работать по данному направлению в таких организациях. Задача такого чемпионата не только выявить лучших. Содействие трудоустройству молодых специалистов с инвалидностью, привлечение к ним внимания работодателей. Вот главная цель. Для школьников была подготовлена компетенция бисероплетения. Это увлечение во взрослой жизни вполне может приносить заработок. Из бисера можно выполнить и замечательные украшения интерьера, можно выполнить аксессуары для одежды, серьги, кольца, колье, какие-то украшения, пояса. То есть в жизни это все очень востребовано. И, конечно же, бисероплетение может стать средством дохода. Особенно, что немаловажно для наших сегодняшних конкурсантов. За четыре часа ребята по предложенной схеме должны сплести фиалку и посадить ее в декоративный горшок. Катя Морозова справляется быстро. Тем более именно к цветочным композициям у девочки и лежит душа. Ну, к цветам всех больше, к цветам, к браслетам. А что-то такое, ожерелье или еще что-нибудь, это не мое. По итогам регионального этапа будет сформирована команда Ивановской области. Ребята примут участие в третьем национальном чемпионате Амбилимпикс. Он пройдет в начале декабря в Москве. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.